Так, коллеги, еще раз всех теперь уже, как говорится, официально приветствую на нашем мастер-классе. Как всегда, мастер-класс такой достаточно сжатый, да, концентрированно. Ну, вот сегодня посвятим его некоторым аспектам, некоторым аспектам построения цифровой стратегии, что является, по сути, основной обязанностью цифрового директа. Поговорим о том, что на самом деле, действительно, сейчас во многих компаниях в силу вот как раз той самой цифровизации, о которой много говорят, ну, как всегда, мода иногда не может быть. Вот. Как в силу цифровизации меняются роли, да, сейчас действительно в очень многих компаниях на первую позицию выходит роль цифрового директора, да, человек, который способен выстроить цифровую стратегию. Ну, поговорим на примере пары аспектов, пары инструментов, как это можно сделать, ну, поговорим в целом о программах подготовки цифрового директора, IT-директора. Ну, по сути, да, IT-директор сейчас постепенно становится цифровым директором, да. Конечно, за один академический час, за 45 минут цифрового директора не подготовить, да, мы не будем заниматься ерундой, обещать то, чего не может быть, но как бы задать направление, показать какие-то инструменты, а вы дальше уже для себя будете принимать решения. Вот, я, наверное, сейчас передам еще вступительное слово своей коллеге Оксане. Оксана, пожалуйста, Павел... Да, Данил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, да. Спасибо, тогда с вашего разрешения попрошу вас передать мне экран, и я немного возьму вступительное слово. Так, я понимаю, что видно, да, то есть презентация присутствует, соответственно, да, спасибо. Соответственно, сегодня у нас день открытых дверей по профессии директор по информационным технологиям, и я с вашего разрешения немного представлю наш учебный центр. Нашему учебному центру более 30 лет. 30 лет мы учим людей. На данный момент у нас более 1 миллиона 300 тысяч выпускников, более 35 тысяч корпоративных клиентов. Мы учим как в онлайн формате, так и в оффлайн формате. У нас более 60 учебных классов. Наши преподаватели, эксперты, их более 250 сейчас, и курсов сейчас у нас актуальных более тысячи, да. Основные направления, по которым мы учим, это сфера IT, это сфера менеджмента, веб-технологий и так далее. Какие же наши ключевые преимущества, почему выпускники приходят учиться к нам? Во-первых, работодатели высоко ценят наших выпускников и часто обращаются за, скажем так, трудоустройством, то есть с вакансиями для наших выпускников. Наши курсы разработаны с учетом последних требований работодателей, то есть если, я думаю, что все слышали про профстандарты, это как раз то, о чем я сейчас говорю, да. Программа помощи выпускникам в трудоустройстве у нас присутствует, то есть я веду индивидуальные консультации после обучения. У нас есть вебинар, который проходит раз в месяц, вы можете подключиться к нему совершенно бесплатно и прослушать полезные советы от нашего преподавателя. Профессиональная консультация по выбору курса и направления обучения. Здесь, соответственно, вы можете всегда позвонить нашему менеджеру, написать в живой чате, прийти в наш учебный комплекс, пообщаться с нашими менеджерами и выбрать тот курс, который вам по душе. Вот, и начать свой профессиональный путь. Мы гарантируем высокое качество обучения, учим мы по бауманской методике. Соответственно, у нас есть как теория, так и практика, то есть обязательно все наши выпускники получают практические навыки, что очень важно. Мы гарантируем расписание занятий, да, то есть вы всегда можете спланировать свое обучение заранее. Расписание у нас утверждается на год вперед, соответственно, пожалуйста, вы можете распланировать обучение в любой момент, когда уже будет такое достаточно серьезное решение принято. Мы предлагаем несколько форматов обучения. Это очное обучение классическое в классах, где у вас будет возможность пообщаться с работодателями, которые, возможно, учатся вместе с вами в одном и том же классе. Это возможность получить общение со своими одногруппниками, да, то есть такой профессиональный нетворкинг. Конечно, у нас есть онлайн обучение, обучение открытое, где вы можете двигаться в своем индивидуальном ритме, но в то же время задавать вопросы преподавателю, который присутствует в это время в классе и может ответить на ваши вопросы. У нас очно-заочное обучение, это группа выходного дня, вечерняя, пожалуйста, свободная и индивидуальная. И, конечно же, мы выдаем престижные сертификаты российского международного образца, что немаловажно. О них тоже расскажу чуть-чуть позже, но если вы планируете работу не только в России, либо планируете развивать свою профессиональную карьеру в международных организациях, пожалуйста, у вас будет возможность получить международный сертификат. От меня сегодня вы узнаете о востребованности профессии директора IT, о зарплатах директора в России в 2022 году и о наших сервисах по трудоустройству для выпускников, то есть чем мы помогаем нашим выпускникам. Немножко возьму так вступительное слово как раз по тем отраслям, в которых требуются данные специалисты. Конечно же, если говорить о том, где наибольшее количество вакансий сейчас имеется на рынке труда, конечно же, это сфера или отрасль информационных технологий, отрасль системной интеграции, интернет. Там по данным сайта Headhunter на данный момент более 51 тысячи вакансий. На втором месте по-прежнему уверенно идет розничная торговля, бизнес, более 50 тысяч вакансий. Далее строительство, проектирование, финансовый банковский сектор, более 30 тысяч вакансий. СМИ, маркетинг, реклама, пиар, дизайн, более 23 тысячи вакансий. То есть это те сферы, где есть всегда вакансии, в том числе для начинающих специалистов. В каких же отраслях сейчас наибольший спрос есть как раз на менеджеров, управленцев в IT-сфере? В первую очередь, конечно, это информационные технологии. На втором месте у нас идет финансовый сектор, розничная торговля, реклама, услуги для бизнеса, товара, народного потребления. Сразу обращаю внимание, что это данный Headhunter. Конечно, есть еще другие работные сайты, просто Headhunter наиболее популярен на данный момент. И, конечно же, немаловажный вопрос, какая оплата производится работодателями как раз на данную профессию, на данную специальность? Я немножко разбила по локации, потому что все-таки разница существует. По Москве и Московской области, конечно, это наиболее высокие зарплаты, если мы говорим без опыта работы, но с определенным багажом знаний, то это средняя зарплата от 200 тысяч. Опыт работы до одного года, средняя зарплата 320 тысяч, и опыт более двух лет, там уже под 400 тысяч, то есть 390 – это средняя зарплата. Санкт-Петербург от 180, 280, с опытом работы до года, 360 – более двух лет. И регионы – это наиболее такие крупные города, как Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Кабарск и так далее. Здесь у нас получается без опыта от 150, далее опыт до года 220, и далее уже от 200 на 90 тысяч. То есть, конечно же, есть зарплаты, которые и немного меньше средних значений, но тем не менее, все-таки наглядный пример я привела, и можно отталкиваться примерно плюс-минус 20% от заявленных работодателем вилки зарплатной. Ну и с вашего разрешения представлю нашего преподавателя Данила Юрьевича, ведущего преподавателя нашего центра, руководителя направления информационной технологии обучения, доктора технических наук, по специальности «Системный анализ в информационных системах». Данил Юрьевич преподает более 15 лет, является автором курсов, семинаров центра, имеет более 80 научных и 20 методических трудов. Ну и с вашего разрешения, Данил Юрьевич, передаю вам слово. Так, коллеги, ну что, давайте приступим, давайте приступим. Ну, смотрите, так, сейчас я в свой экранчик пошарю, да. Как я и сказал изначально, наш с вами разговор пойдет о цифровой стратегии, ну, естественно, как у некоторых частных навыков цифрового директора, да. Вот, ну и вначале давайте действительно, вот я только видел из коллекции, а вначале уже стали задавать вполне резонные вопросы о том, ну, а что это там за зверь цифровой директор и так далее. Да, то есть действительно, как бы очередной виток развития, он что-то сделает модным, из этого модного что-то остается полезное, вводит свою какую-то новую терминологию, понимание. Ну, кстати говоря, с точки зрения тех, кто планирует выстраивать свою карьеру, конечно, понимание терминологии тоже неплохое. Понятно, не терминологией создаются лидирующие продукты и лидирующие компании, но для выстраивания карьеры это вещь полезная, да, говорить на одном языке, да. И вот, собственно, что означает пресловутый термин там цифровизация, да. Цифровизация – это переход компаний на использование цифровых технологий для того, чтобы либо реализовать какие-то существенные бизнес-преимущества, либо вообще создать новые продукты, ну, или в предельном случае вообще создать новые рынки, которые без цифровых технологий, ну, в принципе, были бы невозможны. То есть цифровая цифровизация – это не просто, условно говоря, перевести что-то из бумажного документа оборота в цифровой, хотя это может быть цифровизация, если это, например, приводит к существенному сокращению, издержек, сокращению времени бизнес-процессов, и за счет этого компания может достичь существенных преимуществ. А если это простая серия, ну, то там писали от руки, печатали на машинке, теперь также одним пальчиком печатают документы в орден, ну, это, конечно, никакая не цифровизация, да. Что с цифровизацией, да, с вот таким переходом на новые способы работы, на выпуск новых продуктов, которые принципиально невозможны без технологического элемента, происходит? Почти всегда становятся необходимыми организационные изменения, достаточно серьезные организационные изменения. Меняются роли, меняются потребности, меняются технологические цепочки, соответственно, меняется влияние отдельных людей, отдельных ролей и должностей в компании. Ну, поскольку мы сейчас собрались на площадке специалиста, ну, вот, я как человек, который много лет курировал как раз вот различные виртуальные формы обучения, запуск, развитие, просто мы сейчас тоже в режиме вебинара присутствуем, это самый первый проект, первый сервис, который мы запускали, электрон, вот, сейчас там Оксана множество представляла на его основе, других развивали. То есть изменение бизнес-процессов, то есть мы действительно переводили, не было никаких электронных материалов, это сейчас вот так уже очевидно, а тогда это было не очевидно. А что дает перевод материалов в электрон? А вот, пожалуйста, вы можете там иметь доступ к видео, повторить, когда просто вести записи в тетради. Мы можем быстрее вводить новых, допустим, преподавателей, потому что есть те же записи, есть электронные материалы, человек оконился, использует лучшие практики. Изменились бизнес-процессы, появилось назначение вот этих всех лицензий, так называемых, ссылок на тоже подключение, на записи, поменялась структура личного кабинета и так далее. То есть там есть и радикальные изменения, и текущие такие улучшения. И, ну, вот, собственно, я вижу, да, кто коллеги сейчас задал вопрос, цифровизация отличается от информатизации. Информатизация – это составная часть цифровизации, да, и вот, по сути, как раз сейчас об этом давайте и скажем, да. То есть цифровизация – это когда организация, компания, ну, мы в большей степени говорим о коммерческих и бизнес-компаниях, хотя цифровизация присуща и некоммерческой, в частности, государственным владением компаний, но мы все-таки фокус делаем на коммерческой. Это, так вот, цифровизация, чем она отличается от информатизации? Вот два основных факта. Существенно иной способ реализации бизнеса. Вот тот пример, который я взял. Просто информатизация. Допустим, вот в таком учебном центре профессионального образования. Методически печатали типографским способом. Это было, я это еще когда-то застал. А потом стали методически печатать в Барде. Это информатизация. Но способ ведения бизнеса от этого не изменился. Это все равно, все было то же самое, занятие в классе, раздача вот этих печатных методических, только их теперь печатали там из Варда. Что такое цифровизация? Вот как я и сказал, цифровизация – это другой способ ведения бизнеса. Вы можете теперь подключаться к занятиям из любой точки, ну, по сути, мира. Не нужно быть привязанным. И это дало существенное развитие, например, тому же бизнесу. Я вот в свое время как человек, который и как организатор этим занимался, и вот как тренер по курсам IT-менеджмента. Вот один из первых факторов, которые вы заметили, именно цифровизация, принципиально другой способ ведения бизнеса. У нас, например, на курсы по менеджменту, когда вот мы только запустили всякого рода онлайн-форматы, стал, ну, скажем так, существенно увеличиваться спрос в летние месяцы. То есть в летние месяцы обычно всегда был провал, потому что, ну, понятно, люди в отпусках. А вот именно по курсам по менеджменту стал запуск виртуальных форм обучения рост. Почему? Ну, менеджеры – люди заняты, и когда, там, не знаю, какой-нибудь ноябрь-декабрь нужно сдавать свои проекты, защищать бюджеты на следующий год, обучаться они с руки. А так, ну, человек отдыхает, ну, во время отдыха еще немножко, 3-4 часа в день уделяет занятиям. Другой способ ведения дел. Вот это есть цифровизация. Возьмем какие-нибудь примеры, ну, вообще общеизвестные. То, что называется, там, уберизация или, там, гигэкономика. Сейчас это на одном из слайдов такой термин у нас будет. Это изменение вообще способа предоставления услуг. Ну, возьмем, не знаю, еще раз, то, что у нас перед глазами. Любые сервисы Яндекса, да. Яндекс.Доставка, Яндекс.Гоу, там, и так далее. Это объединение логистического бизнеса, который традиционно был абсолютно приземленный, да, физический транспорт, склады транспортного бизнеса, там, те же самые такси и прочее, потому что вот такси, железо, человек. А теперь это все объединено за счет чего? За счет использования цифровых технологий. То есть цель организации при цифровизации может поменяться, может не поменяться, но может и поменяться. Но при этом конкурентное окружение, внешние вот эти факторы, они существенным образом трансформируются. И вот мы как раз, одна из наших сегодняшних задач, это поговорить о так называемой стратегии разрушения, да. Тот же пример с, допустим, Яндекс.Гоу, он невозможен был в нецифровом мире. Да, это не просто перевести там отправку почты в электронный формат. Это именно должен быть стык нескольких направлений. Токси, цифровые технологии, финансовые технологии, потому что это, понятно, все завязано на оплату, да. И цифровая стратегия или цифровизация, да, это не просто технология, точнее говоря, это даже не столько технологий. Технологии могут, кстати, при цифровизации использоваться и сравнительно древних, все-таки IT-технологиям лет уже довольно много. Важно то, что эти технологии позволяют открыть какие-то новые возможности. И вот такой вот слайд, да, который сейчас вот мы видим, соотнесение бизнес-стратегии, IT-стратегии и цифровой стратегии. Вот давайте как раз разберем. Бизнес-стратегия, понятно, вы люди в основном и зайти, хотя, возможно, не только. Это, понятно, определение того, как компания достигает целей, как она определяет, что является результатами, определение бизнес-модели, принципов принятия решений. Да, это уровень топ-менеджмента. А вот цифровая стратегия – это та же самая бизнес-стратегия, но которая строится на использовании цифровых технологий. Возвращусь к примеру, который сейчас у всех перед глазами. Всякого рода формы виртуального обучения. Вот сейчас у нас вебинар «Чистый онлайн». Я сегодня был, вообще не сегодня, она в прошлой неделе смешанная. Часть людей была в классе, часть в онлайне. Пожалуйста, вы можете пользоваться разными возможностями. Говорилось там про открытое, свободное, очень заочное обучение. Можно вообще выстраивать свой какой-то график. Без технологий это невозможно. Почему? Потому что одна часть технологическая. Вот мы сейчас пользуемся некой программой коммуникативной. Другая технологическая часть – можно вести записи, сохранять, предоставлять в виде трансляции. Третья часть – это тот же личный кабинет веб-технологии, где можно в удобное время пообщаться с тренером, преподавателем. Вот это и есть цифровая стратегия. Компания растет за счет чего? За счет того, что она растет на том же рынке. Это профессиональное образование. Но этот рост за счет чего? Привлечения людей, которые в регионах, которые вообще в других странах не поедут физически в Москву. Это привлечение людей, которые могут выбрать удобный график. Не сидеть привязанно в классе, а заниматься по своему графику. Соответственно, это позволяет увеличить основные банально-экономические показатели. Почему? Это и есть стратегия. Доходность, прибыльность, долю рынка и так далее. Вот когда технологии таким образом помогают усилить или создать принципиально новую бизнес-стратегию, это и называется цифровой стратегий. А вот IT-стратегия, это как раз частный, и не полностью, вот если мы даже посмотрим на этот слайд, пересекающийся, видите? IT-стратегия подкрепляет цифровую стратегию, является, но является только ее частью. Но есть еще составляющие IT-стратегии, ну скажем так, обычные, повседневные, да, просто обычную, повседневную работу, которая тоже автоматизирована, гугл-серия, тот же там документы, оборот, еще какие-то регулярные операции. Их нужно поддерживать, обновлять нужно. И вот эта часть входит в состав IT-стратегии, помимо, ну вот таких прорывных технологий. Отсюда как раз определение, вот в чем разница между цифровым директором и IT-директором. Да, вот тоже такой вопрос звучал. Цифровой директор, соответственно, это человек, который отвечает за разработку и реализацию цифровой стратегии. То есть новых способов ведения дел, ведения бизнеса, нахождения вот этих ниш, этих стыков. Цифровой директор, это, по сути, очень творческий человек, который должен сначала, ну, сам со своими помощниками, командой, вот это вот склеить сначала в уме, потом попробовать, пропилотировать. Как можно технологический аспект применить для достижения целей. Еще целей каких-то именно таких, действительно, стратегических, радикальных, там, доля рынка, прибыльность, может быть, там, имидж компании и так далее. Это задача именно цифрового директора. При этом цифровой директор совершенно не обязательно вообще вырастает из технологической среды. Это один из путей, скажем так, карьерного развития, когда цифровой директор вырастает из IT-директора, из руководителя IT-департамента, потому что человек хорошо понимает технологии, начинает мыслить вот как раз стратегически управленческими категориями и может предложить, вот мы не внедрили, тут еще мощностей побольше и будет чуть побыстрее работать. Начинает мыслить именно вот такими категориями, как можно рынок, вот мы сейчас будем вводить прямо этот термин, разрушить, да, то есть сделать что-то такое, что конкурентам сложно будет достичь или что создаст какие-то преимущества явные, да, то есть чем определяется вот такая жизнеспособность вообще любой организации, на самом деле. нужно опираться на то, что есть, да, нельзя потерять то, что есть, но в то же время двигаться в будущем. Опять же, как мы на площадке специалистов, как раз сказать, что ведь никто от обучения в классе не отказался, нет, почему-то, что есть люди, которые привыкли, которым так удобнее, я знаю тоже много таких людей, ну вот человек должен вырвать себя из контекста и погрузиться в обучение, а есть люди, которые готовы совмещать, значит, нужно отталкиваясь от текущего, понять и реализовать что-то вперед, ну вот здесь, это вот из айтиловского как раз слайд частично взят из официального курса как раз по разработке цифровой айти-стратегии, искать возможности, да, ну это вообще классическая риск-стратегия в любой угрозе, искать возможности, ну вот вся эта эпидемия, ковидная, да, вот особенно когда были локдауны, да и сейчас, ну там есть определенные рекомендации, кто-то опасается, ну правильно, здоровье отличного, все время, когда локдауны только начинались, ну то есть в эпидемии, конечно, ничего отличного нет, но как отличный пример, да, ну там специалист перешел на полный онлайн, потому что уже была готовая почва, ну там буквально за один-два дня просто открыли больше лицензий, где детализировали инструкции на те курсы, которые раньше виртуали не были, ну и все, перешли, и полного возврата, вот это тоже элемент цифровой стратегии, полного возврата к старым методам ведения бизнеса не будет, вот это тоже некий элемент проверки вот такой цифровой трансформации, да, вот почему трансформация, к старому возврата не будет, вот это мы тоже сейчас на самом деле в реальном времени наблюдаем, есть уже и опросы, уже, ну пусть статистика там за год, за полтора, они очень длинные, но тем не менее, в те же классы далеко не все возвращаются, если раньше, допустим, доля тех, кто в классе, тех, кто в онлайне была, ну где-то 85% на 15%, то сейчас, ну по крайней мере, вот по курсам менеджмента, я смотрю 40 на 60, да, от нуля в период локдауна, понятно, в классе увеличилось до 40 на 60, посмотрите вокруг себя, сколько офисов сейчас по-прежнему, так сказать, организуют свою работу удаленно, или дают возможность сотрудникам работать удаленно, а это ведь на самом деле тоже может стать элементом, подчеркиваю, может стать элементом цифровой стратегии, за счет чего? Меньше офисного пространства, дешевле, можно нанимать специалистов, ну практически из любого региона, то есть отбирать лучших, да, получать за счет этого конкурентные преимущества, человек непривязан становится. Да, это требует другой организации работ, других способов контроля, почему многие менеджеры, например, ну не очень так охотно относятся к, так сказать, уходу в онлайн, а как я буду контролировать, да, это вот некая иллюзия, если менеджер подошел и посмотрел, человек сидит и активно стучит там по клавишам, то он типа работает. Ну на самом деле это не так, есть другие способы контроля, но это вот тоже как раз одна из задач цифровой трансформации, изменить вот эти практики менеджера. И вот в этом как раз суть ответа на вопрос, Виталий, не пора ли IT-специалистов называть цифровыми? Нет, не пора, нет, не пора. И вот как я провел различия между IT-директором и цифровым директором, точно так же между IT-цифровым специалистом. Просто навесить на себя, просто навесить на себя ярлык, что я теперь цифровой специалист, это знаете как, из этой же области, как, сисадмин повесил на себя ярлык, что он теперь девокс, и поэтому платите мне много. Вот ничего подобного. Знать докер с кубернексом, это еще не быть девопс-специалистом. Понимаете? Девопс это некая культура организации. Девопс-специалист, он знает в первую очередь способы организации, командной работы, способы взаимодействия с заказчиком, и уже во вторую очередь умеет эту работу автоматизировать. То же самое и здесь. То же самое и здесь. IT-специалист может вырасти, да, в том числе карьерно, и в том числе постепенно, да, и до роли цифрового директора, если он технологические аспекты научится применять для решения задач своей компании. То есть, ну, то, что называется мыслить системно. Не я настроил приложение, а я позволил снизить затраты на привлечение клиента. Я позволил снизить количество ошибок там в каких-то операциях производственных на 10%. Почему? А я вот придумал, как там систему мониторинга на производственный конвейер натравить, так что я там поставил систему машинного обучения, разработал не потому, что машинное обучение – это круто и платит много. Ну, это, конечно, тоже хороший факт, а потому что себя машинное обучение позволяет предсказать сбой производственного конвейера или позволяет предсказать с большей точностью ненадежного клиента, там, не знаю, в банке, в страховой компании. Вот тогда этот цифровой специалист, я придумал некое решение, которое позволяет привносить ценности. Вот такие решения, они на самом деле, что они могут разрушать, да, вот такое слово прям используется, разрушать рынок, индустрию или вообще экосистему. Ну, слово такое громкое, как-то вот оно сейчас в этой сфере принято, да, и вот выделяют. Что такое вообще разрушение сейчас? Это вот, по сути, и есть тот самый фундаментальный сдвиг в организации текущей работы, о котором, ну, я сейчас и говорю, да, это какой-то абсолютно фундаментальный сдвиг. Но этот сдвиг может быть разным по масштабу, он может затронуть одно отдельно взятое предприятие. Ну, как правило, такое разрушение масштаба предприятия – это, как его называют, разрушение реактивное, да, то есть, когда вот рынок поменялся, конкуренты что-то выдали новое, и надо к этому тянуться. Ну, кстати, очень хороший пример – банковско-финансовая сфера, где, кстати, очень прижился уже довольно давно термин финтиф. Я думаю, вы, наверное, слышали такой термин, как необанк, да, что такое необанк? Это чисто цифровой банк, каким был когда-то. Тимпов, он, кстати, им перестал быть во многом, но когда-то был. Это вот модуль банк, это вот револют, ну, то есть, есть разы. Что такое необанк? У них нету или практически нету офисов, они работают с клиентами по системе электронного документа оборота, они присутствуют там по всей территории страны, им надо держать кучу офисов, поэтому они могут предлагать выгодные условия, потому что у них нет вот этих издержек огромных на офисы, да, банковский офис должен быть представительный, то есть дорогой. На персонал, который нужно учить, я в свое время этим занимался, я с банками так периодически работаю, как консультант, это же колоссальная вообще проблема, и она не имеет однозначного решения, как персонал офисный, там, операционисты, кассиры, ну, кто в офисах обслуживает, это же люди, которые часто меняются, ну, это объективно. Вот, и тут нужно выстраивать эту систему их обучения, контролировать работу, там, объективно возникают ошибки, это все затраты, и тут вот эти нео-банки. Централизованно, автоматизированно, количество ошибок минимально, подстроиться под меняющиеся реалии можно, ну, сравнительно быстро, по крайней мере, поменять автоматизированную систему быстрее, чем обучать весь персонал, да. И вот мы что видим? Многие крупные банки, да, монстр, за последние, там, несколько лет, ну, там, 5-7-8 лет, они тоже стали уходить в сторону вот этого нео-банка, максимальной автоматизации, почему? Потому что они иначе не выжили. Вот это разрушение уровня организации. На другом полюсе разрушение, ну, с таким названием уровня экосистемы, то есть это вот как раз-то самое Uber, она же гипоэкономика, то есть когда это воздействие не на одно предприятие, даже не на одну индустрию, не на один рынок, это вот именно та самая какая-то комбинация. То есть это, ну, вот примеры, собственно, есть, там, Яндекс.Доставка, Uber, такси, там, ну, все, что ни возьми из этой области, тут сейчас масса всевозможных примеров, все это в сервисе Яндекса, вот эти там, Сбера, Озона и так далее, да, там, комбинация транспорта, IT, финансов, финансов, там, банкинга, страховань, опять-таки, IT, ну, кстати, там, тех же каких-то, может быть, не обязательно IT-технологий, производственных технологий, медицинских, опять же, в связи с этими идеями, да, и не только дистанционные операции, дистанционная диагностика, использование машинного обучения для диагностики и так далее, то есть вот медицина, IT, вот это, это вот действительно создается фактически новая эта система, новый рынок. Это такой максимальный, ну, это удел лидеров, собственно, поэтому и примеры такого, да, которые создают на стыке что-то принципиально новое, вообще чего не было. Промежуточный уровень, тут две есть вариации, это разрушение индустрии и разрушение, и или разрушение рынка. Что понимается под разрушением индустрии? Это, как правило, изменение операционных процессов таким образом, чтобы получить явное преимущество перед конкурентом. Ну, вот, в частности, приводим его, например, из опыта специалистов создания, да, потому что специалисты, мы действительно сами создавали различные формы виртуального обучения. Ну, по сути, да, это разрушение индустрии, мы стали предлагать более удобное расписание, к нам стали упадеть люди от конкурентов, потому что виртуальные формы, ну, собственно, я же говорил, многие же, например, пробовали, нужно более удобно подобрать под себя расписание. Да, там, не ждать, например, редких курсов, а вот тот же курс по IT-стратегии, да, понятно, что он не массовый, да, ждать, что полгода, или год, когда группа соберется, неудобно, а так вот он будет идти в каком-нибудь открытом или свободном формате, там, каждый месяц, или вообще там устраиваясь, да, то есть это вот взлом индустрии, явное преимущество перед конкурентом. И вот в ряде случаев мы вот наблюдали, что тогда конкуренты вынуждены разрушать свои организации. Разрушать не в смысле уходить с рынка, а именно радикально преобразовывать свою работу, чтобы на рынке остаться. Другой вариант – это именно разрушение рынка, то есть когда происходит воздействие цифровых технологий на именно конечных пользователей и потребителей, да, или одна бизнес-модель переносится на бизнес-модель другого. Вот мне в этом тоже повезло поучаствовать, там, компания, с которой я активно сотрудничаю, партнерству, выпуская решение для слабослышащих. Вот как раз первое флагманское решение, вот здесь там стриминшотик отсюда взят, это приложение, которое функционирует как профессиональный слуховой аппарат. То есть перенесена бизнес-модель. Люди пользовались, ну, словом, который сложится слухом, ну, пользовались и продолжают пользоваться профессиональными структурами аппаратами, которые как-то встраивают, надевают, надевают, представляют глухо, но это дорого, это не всегда удобно. Некоторые этого стесняются, это неправильно, то есть стесняться нечего абсолютно, но бывает. Вот, а мы вместо этого предлагаем по подписке, да, перенесена бизнес-модель, не купить, подписка. Нормальная модель для мобильных приложений. Возьми по подписке, пользуйся, когда надо, ну, не понравится, не будешь пользоваться. Соответственно, это дешево, мы ломаем вот этот рынок. Что, реально, без надувания щеки, минимальная цена одного профессионального слухого аппарата на одно ухо порядка 600 долларов, значит, у человека два уха надо уже больше тысячи. минимальный, нижний порог. А у нас подписка там зависит в себе, понятно, раза 5-10 долларов в месяц. Можно сравнить. Там, если взять сроки жизни слухового аппарата, ну, его-то каждые три года надо менять, но эта разница в разы получится, если брать подписку, в три-четыре раза разница. Это, вот, пример разрушения рынка. Потому что, ага, приложение можно сделать, не надо делать специальные устройства. И вот как раз одна из задач, важных задач цехового директора, это проанализировать факторы, да, естественно, не единая вещь, один человек этого сделать не может, это всегда хорошая командная работа, поэтому, ну, любой директор, это всегда, понятно, в первую очередь, хороший организатор, да, это естественно. Проанализировать со своей командой факторы и понять, где можно прорваться с вот этими новыми решениями, которые подкреплены технологиями на рынок или улучшить внутреннюю работу, да, то есть проводить вот этот анализ внешних, внутренних факторов. Понять, на что сделать, понять, на что сделать ставку, потому что, ну, я думаю, многие из вас, все-таки тематика такая, вполне чистая. Ну, знакомы же с известным принципом золотого треугольника, да, сроки, качество, вот он у меня даже в рисовании получился, неравносторонний, да, сроки, качество и стоимость. Сроки, качество и стоимость. Какой термин утвердился, Виталий, о каком термине речь сейчас, потому что мы терминов много используем, о каком термине вопроса, сколько он утвердился. Вот, так вот, в треугольнике, да, если мы схватимся за все сразу, мы, скорее всего, провалимся, да, поэтому, когда мы оцениваем внешние и внутренние факторы, как раз очень важно понять, на что будет цифровая стратегия направлена. То есть, то ли, в первую очередь, на вывод новых продуктов на рынок, на вывод новых продуктов на рынок, то ли на получение каких-то внутренних преимуществ, да, за счет лучшей организации работы. Но при этом, разумеется, стратегия должна быть сбалансирована. Мы фокусируемся на том, чтобы вывести новый продукт на рынок. Но это известная проблема IT-продуктов, особенно, которая на массовый рынок вывели на рынок, провели прекрасную маркетинговую компанию, привлекли так много клиентов, что не смогли их обслужить. Поэтому, даже если стратегия вывода на рынок новых продуктов, да, разрушения рынка, нужно оценить, как компания готова будет поддержать спрос, масштабирование. Ну, наоборот, совсем ключеведная вещь. Если мы повышаем внутреннюю эффективность, то наш продукт никому не нужен, даже говорит о том, да. И вот в IT, в новой версии, вот это как раз модуль цифровых IT-стратегий, там есть несколько способов, да, как можно оценить зрелость компании, то есть понять, куда тебе развиваться, да, с точки зрения выстраивания стратегии. Ну, понятно, квадрант начинающих, это те, у кого мало опыта. И в выстраивании бизнес-процессов, ну, то, что здесь называется лидерство, в сути, это выстраивание рабочих процессов. И вот в цифровизации. Ну, наверное, какие-то начинающие в основном компании, может быть, какие-то небольшие компании, такие семейные, совсем не IT-сферы. Есть группа модников, ну, это действительно модники, прям термин такой, энтузиасты технологий, но у них плохо с выстраиванием процессов. Понятно, нужно что? Сконцентрировать свое развитие в выстраивании процессов и как раз отслеживать, чтобы процессы подкрепляли развитие новых продуктов. Те, кого в этой модели назвали консерваторами, как раз таки устоявшиеся, зачастую очень крупные компании, колдинги, с хорошо отлаженными бизнес-процессами, рабочими процессами, ну, которые вот такие традиционные и плохо воспринимают какие-то новинки. Здесь есть, но тоже на некоторых курсах рассматривают, так называемая модель странглера или штранглера, как сказать, по-английски, по-енемецки, начинать отщипывать по кусочкам, то есть не производить там цифровизацию компании все и сразу, какие-то отдельные аспекты, какие-то отдельные аспекты, где можно быстро достичь успеха. И таким образом уже постепенно получать выгоду от цифровизации, то есть накапливать, как выбрать направление. Ну, вот есть в моделях зрелости такой инструмент, это, естественно, такой качественный инструмент визуализации. Ну, как знаете, паутинка, да, если проводить аналогии с XT, да, как бы расставить значение. И вот на полюсах этой паутинки, ну, вот здесь как паутинка двумерная, да, полюсы должны быть действительно буквально поля, ну, вот если посмотреть. Да, допустим, в угле А снижение затрат, в угле Д расширение охвата, то есть расширение приемкости рынка. Ну, вот как-то. В левом верхнем угле опыт клиента, да, вот здесь оцениваем зрелость нашу в этом отношении, наши возможности, взвешиваем. Сейчас это, конечно, не тема за 45 минут, ну, понятно, есть инструменты взвешивания, качественного и так далее. А в другом, это что? Операционное превосходство, то есть насколько мы можем продвинуться именно в выстраивании рабочих процессов. Другая оценка, допустим, мы хотим оценить, мы, вот, физическое присутствие и цифровые услуги, что нам больше. Использование стандартных, использование современных технологий. Здесь достаточно неочевидные ответы, потому что, допустим, если взять это, то есть стандартные, современные, у каждого есть свои преимущества, они достаточно очевидны, современные позволяют получить какие-то преимущества, конкурентные, быть первыми, создать имидж или там снять, как говорится, сливки. Стандартные, в свою очередь, они надежные более, проще найти персонал. Ну и обратные риски у каждого есть. Современная технология может оказаться тупиковой. Вендор может прекратить ее поддержку и так далее. А у стандартной не могут устареть. И тоже вендор может прекратить поддержку и переходить на новые версии. Цена задача, вот такие направления развития анализировать. Да, вот прям вот так, как инструмент, паутинка здесь действительно очень удобно. Выбирать основное направление и при этом не забывать, что не забывать, балансировать. То есть не упустить полностью противоположное. Я больше не говорил. В примере, да, нужно вывести прекрасный продукт на рынок, а потом, в общем-то, провалиться, провалиться на его поддержке, да, или наоборот, оплатить процессы, у тебя там никаких потерь, там все бюджетируется, все чудесно, а продукт на рынке. Ну, понятно. В качестве примера я сейчас беру несколько такие предельные случаи, но я думаю, они как раз хорошо иллюстрируют принципы. Ну, вот, собственно, наверное, в рамках нашего такого экспресс-мероприятия я как раз обозначил, я вот так смотрю в чате вроде бы, я ответил на вопросы, кто такой цифровой директор, кто такой цифровой специалист, чем отличается от IT-директора, специалисты, там, цифровая стратегия от IT-стратегии. Ну, и вот заострил ваше внимание на вот этих концепциях разрушения, да, то есть на каком уровне мы реализуем цифровизацию, ее масштаб в рамках реализации вот эта балансировка, оценка через паутинку. Так, конечно, вот полная программа, она достаточно большая, вот даже вырезка из этого полная, то есть здесь не бизнес-навыки, различные аспекты взаимодействия с клиентами, ну, вот достаточно много, я, наверное, здесь лучше уже передам слово своей коллеге, Оксане, которая как раз вот завершит свой рассказ о том, как выстроить именно свою вот эту программу подготовки, да, естественно. Да, спасибо, спасибо, Данил Юрьевич, да, я тогда забираю слово, благодарю. Да, показывайте. Ну, со своей стороны, как человек, который каждый день взаимодействует с работодателями, могу вам сказать, что на самом деле у работодателей есть достаточно высокая заинтересованность в наших выпускниках, ну, и расскажу вам немного, как мы помогаем трудоустраиваться. Во-первых, мы размещаем вакансии у нас на сайте, на страничке трудоустройства, то есть это не случайным образом вакансии, которые к нам попали, это вакансии, которые работодатели дают как раз для наших выпускников, то есть они ждут их в первую очередь у себя на работе. У нас есть бесплатный курс по трудоустройству и составлению резюме, восьмичасовой курс, достаточно плотный, ведет наш преподаватель Светлышева Ольга Юрьевна, вот, и там как раз она обучает конкретным кейсам, да. Проводим мы карьерное консультирование, то есть это индивидуальная консультация со мной по скайпу, в Тимси, мы обсуждаем с вами, как лучше заявиться в новой специальности, либо после курсов повышения квалификации. Помощь в подготовке резюме мы обязательно мы делаем вакансии, стажировки и дни карьеры, которые мы проводим вместе с работодателями. То есть работодатели не просто размещают у нас вакансии на сайте, но они приходят к нам, ну, как они говорят, можно ли поговорить с вашими выпускниками. И так как сейчас мы, собственно говоря, большую часть мероприятий проходим онлайн, это для всех удобно, соответственно, дни карьеры у нас проходят в онлайн формате, где есть возможность, что мне кажется наиболее важным начать диалог с работодателем. То есть получить прямые контакты, заявить о себе, переговорить. То есть это как такое небольшое собеседование. Далее. Немножко поподробнее расскажу, просто коснусь. Ну вот карьерные консультации по трудоустройству, соответственно, вам нужно записаться на сайте, на страничке трудоустройства, заполнить гугл-форму, и я, соответственно, в течение трех дней снимаю вашу заявку, пишу вам лично на почту, и дальше мы с вами уже договариваемся об онлайн-встрече. Вот как раз бесплатный курс, который в ближайшее время у нас будет проходить 12 сентября. Соответственно, успешный поиск работы, трудоустройства в период кризиса. Пожалуйста, записывайтесь на него, курс бесплатный. И, соответственно, вакансии от наших партнеров, как я и говорила ранее, у нас их более 35 тысяч. Соответственно, немножко то, что называется блесну, да, именами наших партнеров. Это крупные российские международные компании, это Сбербанк, ВТББанк, 1С, МТС, Аэроплот, Касперский, русский продукт и так далее. То есть из различных направлений. Вакансии мы размещаем у нас на сайте, и в том числе в Телеграм-канале и на страничке ВК, там как раз есть страница вакансии учебного центра специалист. Так, далее. Ну вот, про дни карьеры немного рассказала, да, то есть это вот такая встреча в онлайн-формате с работодателем. Стараемся сейчас проводить их раз в месяц. Следите за нашими анонсами. И, конечно же, спасибо нашему преподавателю Данилу Юрьевичу. Он рассказал про профессиональные навыки директора в IT-направлении, да, но я немножко с своей стороны тоже коснусь таких навыков, как soft skills, да, или около профессиональных навыков. Я больше люблю личностных качеств, да, любого кандидата. И я, соответственно, каждый день общаюсь с работодателями очень часто задаю им вопрос, готовы ли брать людей без опыта, да, потому что у нас есть люди, которые переучиваются, приходят в новую специальность, пытаются в ней построить свою карьеру. Как смотрите на таких кандидатов? Ну, конечно же, здесь немаловажную роль играют вот эти вот около профессиональные навыки, личностные качества, которые помогают состояться профессионалу в любой сфере. Они ведут его по жизни, они помогают ему быть успешным, совершенствовать свои профессиональные навыки и так далее. Ну, и soft skills для директора информационных технологий, это, конечно, умение коммуницировать с командой, поддерживать ее, коммуницировать с отделами, с которыми есть возможность соприкасаться по работе. Это умение прогнозировать, принимать решения. конечно же, это инициатива и нацеленность на результат и умение планировать рабочее время или как сейчас это называется тайм-менеджмент. То есть, если вы планируете обучение по дипломной программе у нас, соответственно, не забывайте смотреть, как работодатель описывает кандидата, которого готов взять к себе на работу. И вот как раз та самая формула успеха, профессиональные качества, которые вы получаете на дипломной программе, на обучении у нас, плюс личностные навыки. Это как раз тот идеальный специалист, идеальный кандидат, которого ждут у себя чаще всего работодатели. И, конечно же, мы всегда говорим нашим слушателям, не забывайте повышать вашу квалификацию в той сфере, в которой вы уже начали свой профессиональный путь, потому что, конечно, любознательность и уверенность в завтрашнем дне, то есть развитие своих способностей, проактивность часто приветствуются работодателями. И вот развитие карьеры непосредственно связано с концепцией непрерывного образования. Немножко расскажу не только про наши курсы, которые у нас проходят по направлению повышения квалификации по любой профессии, но и у нас есть такая программа лояльности, как и настоящий специалист. Соответственно, если вы у нас прошли уже несколько курсов, то у вас есть возможность получить скидки и бонусы как раз на обучение по курсам soft skills или по курсам повышения квалификации. в том числе не забывайте, что для ваших коллег вы можете передать скидки, если вы привели их к нам на обучение, и для членов вашей семьи. Соответственно, если вы прошли у нас более 10 курсов, то у вас есть скидка 35%. Для ваших родственников у вас есть возможность получить скидку на 5%, и для несовершеннолетних детей они могут учиться со скидкой такой же, как есть у вас. То есть, если вы планируете детей тоже ввести в эту сферу достаточно перспективную, это сфера будущего получается, сфера информационных технологий, не забывайте, что такая возможность у вас есть, если вы начали уже обучение у нас в учебном центре. Ну и далее, если вы прошли у нас дипломную программу, в течение 6 месяцев у вас есть возможность получить скидку на любой онлайн-курс, скидка будет равняться 30%, соответственно, ну кроме курсов лаборатории Касперского, 1С для школьников и так далее, у нас на сайте эта информация размещена, то есть не забывайте повышать квалификацию, быть в курсе тех событий, которые происходят в той сфере, в которой вы решили обучаться и дальше продолжить свою профессиональную карьеру. Ну и немаловажно, собственно говоря, документы, на которые обращают внимание работодатели. Я всегда нашим выпускникам рекомендую размещать их в своем портфолио, делать на этом акцент, в резюме, в сопроводительном письме. Это свидетельство центра специалист, удостоверение о повышении квалификации и, конечно же, диплом у профессиональной переподготовки. Вот сегодня мы с вами разговариваем про дипломную программу, и как раз дипломы у нас соответствуют профессиональным стандартам и желательно, конечно, в своем резюме не только обозначать, что вы прошли дипломную программу, но и приложить какой-то документ. Соответственно, работодатели, которые учились у нас, либо брали выпускников уже к себе на работу и довольны, ими очень хорошо реагируют на эти документы, когда видят их вживую в вашем резюме либо в портфолио. Не забывайте про это. Ну, вот дипломная программа в ближайшее время у нас начнется 19 сентября. Соответственно, диплом тоже представляю вашему вниманию, чтобы сам документ был у вас перед глазами, как он выглядит. Диплом профессиональной переподготовки. Ну, и для участников сегодняшнего дня открытых дверей, как всегда, да, не без сюрпризов хороших, мы предлагаем такой вот грантовый сертификат, который будет действовать с 22 августа по 25 августа на дипломную программу директора по информационным технологиям по пробу коду DIT 2022 я продублирую в общем чате, да, чтобы у вас тоже была возможность, если есть серьезное сейчас намерение учиться, да, вы можете воспользоваться промо-кодом, вот, соответственно, с 22 по 25 августа. Ну, и, пожалуйста, я готова ответить на ваши вопросы, вот, соответственно, на последнем слайде тоже оставляю вам контакты, службы трудоустройства, можно написать напрямую на почту job-собачка-специалист.ru либо связаться с нами по контактному телефону. Пожалуйста, задавайте вопросы, я готова на них ответить, или вы пишите, соответственно, да, на почту. Благодарю вас за внимание, слушаю вас. Да, Оксана, спасибо, коллеги, только хочу поблагодарить за участие, за, в общем-таки, интересные, полезные, наводящие вопросы, так что, ну, увидимся, что называется, увидимся, спасибо, спасибо всем за участие. Благодарю всех за участие, мы ждем вас у нас на курсах, приходите, всегда вас рады видеть, всего доброго. Да, коллеги, спасибо, спасибо, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok